Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Загоруйка Наталья Изосимовна, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю. Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Дронишников Антон Владимирович, начальник отдела налогообложения и доходов физических лиц Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю. Здравствуйте! Добрый вечер! Владимир Лазаревич, депутат Государственной Думы России. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы говорим сегодня, как я уже обозначил тему, о том, что необходимо заплатить налоги до 1 декабря. Давайте начнем просто рассуждать на эту тему с того, что будет, если этого не сделать. И это, наверное, вопрос нашим специалистам из налоговой. Пожалуйста. Добрый вечер! Конечно, если это не будет сделано своевременно, то будут начисляться пени и в последующем, конечно же, будут применяться иные санкции. Нам бы хотелось, чтобы граждане Кубани самостоятельно, добровольно уплатили налоги до 1 декабря 2016 года. И все для этого делается. Да, мы видим активно сейчас, и мы в том числе стараемся об этом говорить, и на телевидении, и на радио. Конечно, все средства массовой информации в один голос сообщают о том, что заплатить нужно до 1 декабря. Кстати, я не сказал о том, что у нас есть голосование в нашей группе Кубань24 ВКонтакте и на нашем сайте kuban24.tv. И мы сегодня спросили, знаете ли вы сумму своего имущественного налога, который нужно уплатить? И четыре варианта ответов предложили. Да, мне пришло почтовое уведомление. Я все выяснил на сайте Федеральной налоговой службы. Нет, уведомления не было. И совсем, наверное, вопрос такой с юморком, что называется, а что, есть разве такие налоги имущественные? Так вот, что это за налоги и из чего они формируются? Теперь вопрос вам. В состав имущественных налогов, одним словом, которые вы называете, входит три налога. Граждане у нас оплачивают земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог. Так, коротко. Налоговой базой, соответственно, для каждого налога является по налогу на имущество, это инвентаризационная стоимость строений, сооружений, помещений для земельного налога, кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в собственности граждан, по транспортному налогу, налоговой базой, ну, для самой распространенной категории транспортных средств, мы говорим про наземные транспортные средства, это мощность автомобилей. То есть вот эти три налога и есть у них своя налоговая база, о которой мы, кстати, тоже поговорим, потому что система эта меняется, насколько нам известно. Ну, сейчас вопрос вице-губернатору Игоря Петрович. Налоги, которые платят граждане, насколько они влияют на формирование бюджета, который в том числе, кстати, сегодня обсуждался на заседании, простите, сбился, законодательного собрания края, конечно же, депутатами он обсуждался, принимался в первом чтении. Как вообще такие налоги граждан влияют на наполняемость бюджета и на что конкретно? Да, ну, я бы, если позволите, начал с вашего первого вопроса, хотел бы его дополнить. Наталья Зусимовна сказала, что будет, если не уплатить налоги, со стороны администратора налогового органа будут соответствующие штрафы, будут там меры принуждения, взыскания этих налогов. Но я бы хотел еще другой аспект затронуть, будут проблемы по исполнению бюджетов, прежде всего, бюджетов поселений. Учитывая то, что в этом году был перенесен срок уплаты этих налогов с 1 октября на 1 декабря, то есть, соответственно, и бюджеты поселений, и отчасти бюджеты городских округов, они завязаны на поступление вот этих вот налогов, на исполнение расходных обязательств, на оплату контрактов, которые заключены с поставщиками товаров, работы, услуг для муниципальных нужд. Надо сказать, что в целом, если брать по прошлому году, то эти вот три налога именно с физических лиц, я говорю, транспортный налог, если не брать его уплату юридическими лицами, то это более 8 миллиардов рублей поступления от физических лиц вот этих вот налогов. И, так сказать, два налога, земельный налог на имущество физических лиц, поступают в бюджеты муниципальных образований, транспортный налог поступает в региональный бюджет, конкретно в дорожный фонд, и идет на, соответственно, расходы регионального дорожного фонда, то есть содержание, ремонт, строительство дорог. Ну вот. Да, понятно. Теперь понятно. Ну и тем не менее, вы сказали, что два вида налога, это земельный и имущественный, они идут непосредственно в муниципалитетах. Владимир Лазаревич, тогда вопрос к вам. Еще во времена руководства Краснодаром, насколько была комплексной и большой собираемость вот этих двух налогов, насколько они оказывали подспорье бюджету города? Вы знаете, если учесть, что наш бюджет по доходам города составляет сегодня, вернее, доходы городского бюджета 13 миллиардов рублей, то суммарно налог земельный и налог на имущество составляют 2,5 миллиарда рублей. Я думаю, что это весьма существенная сумма такая, которая влияет, безусловно, на сами доходы городского бюджета, и, соответственно, на расходы. Поскольку бюджет у нас муниципальный, дефицитный, то чем больше мы не соберем этих доходов, тем меньше мы выполним обязательных работ для нашего города. Поэтому перенос, конечно, сроков на 1 декабря, он усложняет ситуацию. Поэтому я могу сегодня только обратиться к жителям города Краснодара, своевременно оплатить, сейчас оплатить, до 1 декабря, чтобы и штрафных санкций не налагалось, ну и чтобы город мог как можно больше выполнить тех работ, о которых сегодня говорят жители, то, что необходимо сделать для города. Поэтому это очень существенная составляющая часть нашего бюджета. Хорошо, тогда, Владимир Лазаревич, сразу тогда вопрос. А как вы можете оценить работу налоговой, вот именно в плане уведомления граждан о необходимой уплате налогов? Вот вы лично, например, знаете о своем имущественном налоге и как вы о нем узнали? Безусловно. И я могу даже сказать о том, что как никогда в этом году построена работа активно по тому, чтобы и оповестить вовремя население. Я сегодня буквально вот разговаривал со своими финансистами, выяснял, как они сами оценивают эту работу. Считаем, что мы даже установленный план по налогам на землю должны выполнить. Потому что очень активно сегодня, в общем-то, идет эта работа. Могу, в общем-то, согласиться с тем, что все структуры, которые занимаются данным видом деятельности, активно работают на сегодняшний день. Этот вопрос мы еще тоже обсудим. Но вернусь, Наталья Зосимовна, к вам. Скажите, до дня Х, назовем его так, осталась ровно неделя. И мы говорим о том, что нужно заплатить. Различными способами пытаемся уведомить об этом горожан и жителей края. А скажите, на сегодняшний день, сколько уже собрали? Какова собираемость вот этих налогов? Насколько она отличается год от года? Меняется ли? На сегодня мы уже собрали 5 миллиардов 600 миллионов имущественных налогов. Эта сумма достаточно высокая. Мы ожидаем собрать 9,5 миллиардов рублей. Это примерно 90% ожидается поступления от начисленных сумм. Вот таким образом мы планируем выполнить обязательства. То есть, можем сказать, что больше половины от планированной суммы мы уже собрали. И вот остаток мы соберем за эту неделю? Или это все-таки придется вести работу с неплательщиками? Мы рассчитываем, конечно, на добросовестных налогоплательщиков, которые уплатят это все своевременно. Но, естественно, работа продолжается. И те уведомления, которые будут получаться, налогоплательщики, конечно, будут оплачивать еще и после. Мы это не исключаем. Антон Владимирович, вопрос к вам. Мы сегодня во время подготовки программы и с коллегами обсуждали, и, конечно, с простыми жителями тоже мы их опросили. Это будет чуть позже в нашем эфире. Но многие сказали о том, что никаких уведомлений не получали. Ваш совет, как вообще быть в этой ситуации? Где можно узнать о сумме налога, который должен быть уплачен уже через неделю? Здесь нужно понимать, во-первых, что у нас немного изменилось действующее законодательство. В первую очередь это касается лиц, которые... Сумма налога по налоговому уведомлению, у которых менее 100 рублей. То есть государство с этой точки зрения решило сберечь бюджетные деньги и не направлять налоговые уведомления с суммой налога к уплате менее 100 рублей. То есть сама почтовая рассылка налоговых уведомлений обходится порядка 40 рублей. То есть вы сами понимаете, что не совсем целесообразно направлять налоги с суммой 20-30 рублей и так далее. Но нельзя сказать, что эти налоги вообще не будут исчисляться и не будут оплачиваться. То есть мы ждем 3 года, если сумма накапливаемая, допустим, за 2015, 2016, 2017 года превысит... В те из годов, в которых сумма превысит 100 рублей, мы налоговые уведомления сразу же начинаем направлять. То есть формировать его и за 2015 год, и за 2016 год. Либо же, если сумма не достигнет 100 рублей, но истечет 3 года, мы также в этом случае налоговое уведомление направим, независимо уже от той суммы, которая есть. Ну тогда о личном кабинете, где также можно узнать информацию, мы еще поговорим. Сейчас предлагаю вам тоже посмотреть наш опрос на улицах Краснодара. Мы спросили у жителей и гостей столицы, а заплатили ли вы налоги и как вы это сделали. Давайте посмотрим, насколько осведомлены наши жители. Да, заплатила. А каким образом? Муж через Сбербанк заплатил как-то. Нет. Почему? Потому что я вообще не работаю и не плачу налоги. А у меня нет имущества. Сбербанк пришел и оплатил. Ну, до 1 декабря еще срок есть, я планирую заплатить на следующую неделю. Заплатила. Каким способом? Через КАС. Нет. А почему? Ну, не знаю, просто не платил еще. Да. Каким образом? Через банк. Квитанции пришли онлайн с налог.ру и в банке я заплатила, непосредственно пришла туда и заплатила. Конечно. Каким способом платили? Через банковскую карту. Супруга, наверное, заплатила, сказала, что заплатила. Нет, не платили. А почему? А что за налог на имущество? Вот такие были ответы. Кто-то знает и платит, кто-то не знает, кто-то специально не хочет платить. Но обо всем этом мы, конечно, еще в эфире поговорим. Напоминаю лишь, что вы можете звонить к нам в студию, в наш прямой эфир. Напоминаю о голосовании, которое идет на сайте kuban24.tv. Заходите, голосуйте активно в конце программы. Мы подведем итоги. И вот я знаю, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, с каким вопросом к нам обращаются телезрители. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Витальевна. Добрый вечер. У меня вопрос по поводу имущественного налога. Так, мы об этом сегодня как раз и говорим. Спрашивайте. Я зарегистрирована в личном кабинете налогоплательщика. И, соответственно, хочу заплатить налог в срок. Но поскольку у меня квартира в новом доме, недавно сдана, в личном кабинете я вижу только кадастровую стоимость. И, как было сказано ранее, не могу заплатить по инвентаризационной, самостоятельно рассчитать. А налог имущественный не рассчитан. Не пришел на докторе. У меня вопрос в том заключается, если налоговой инспекции тоже он не рассчитан, я узнавала. Если он будет рассчитан позже, а я не заплачу срок 1 декабря, будет ли на пеня? Или мне нужно самой рассчитать, каким образом его заплатить до 1 декабря? Спасибо за вопрос. Адресуем его нашим специалистам из налоговой. Пожалуйста. Поясню сразу же. Довольно распространенная ситуация и довольно правильный вопрос. Почему так получается? На территории Краснодарского края налоговой базой для исчисления налога на имущество физических лиц является инвентаризационная стоимость, как мы с вами говорили. На территории Российской Федерации с 2013 года отсутствует государственный орган, который осуществляет государственный технический учет строений. Соответственно, нет той организации, которая определяет инвентаризационную стоимость. Почему это сделано и почему так получилось? В связи с тем, что мы переходим на кадастровую стоимость. То есть сейчас вкладывать деньги в оценку, проводить технический учет и так далее, государство посчитает нецелесообразным. Человеку-то как быть в такой ситуации? Продолжим. Поэтому в отношении вновь возведенного жилья, вновь возведенных квартир, объектов, недвижимости, налог на имущество исчислено не будет до того момента, когда мы не начнем считать налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости. На территории Краснодарского края это случится начиная с 2017 года. То есть в 2018 году граждане получат налоговые уведомления, где налоговой базой будет являться кадастровая стоимость. И тогда вот эта часть населения, эта часть плательщиков налога на имущество физических лиц уже получат соответствующие налоговые уведомления. При этом, как вы понимаете, за 2016 год, за 2015 года налоговые уведомления мы априори не сможем сформировать и исчислить налог, просто по той причине, что отсутствует налоговая база в отношении этих объектов. То есть и пени начисленный не будет? Соответственно, конечно. Можно не волноваться в этом смысле. Хорошо. Игорь Петрович, вопрос к вам. Скажите, а больше или меньше мы стали собирать налогов за последние годы? Какая динамика? Естественно, мы стали больше. Вот даже сегодня мы говорили о том, что я называл цифру 8 миллиардов. Коллеги из налоговой службы называют то, что будет собрано. Планируется собрать 9,5 миллиардов. При 90% взыскания налога, уплаты налога. То есть, естественно, мы стали больше. И транспортных средств становится больше. И, соответственно, в рамках уплаты земельного налога меняется кадастровая стоимость. Ну и в будущем, я думаю, что эта тенденция будет. Но она будет в рамках разумного роста. То есть не будет там какого-то скачкообразного роста. В том числе и вот о чем мы говорили по кадастровой стоимости. Если мы эту тему затронули. Переход к уплате налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. То есть законодатель достаточно четко ограничил максимальный рост. И этот рост не может составлять более 20% в год от той суммы, которая исчислялась ранее. То есть и кроме того, ну все-таки кадастровая стоимость, она более объективно отражает рыночную стоимость, реальную стоимость объекта недвижимости. И здесь произойдет возможно даже, ну не возможно, а точно некое перераспределение. То имущество, которое объективно стоит дороже по рынку. Ну и налог возрастет. А для кого-то это будет уменьшение. Для маленьких, допустим, жилых помещений, квартир. Также предусмотрены налоговые вычеты законодательством. Если это жилой квартира, 20 квадратных метров не облагается. Жилой дом, там 50 квадратных метров. То есть вот здесь с точки зрения защиты, так скажем, малоимущих каких-то слоев населения, многое сделано. Именно вот по переходу на кадастровую стоимость. То есть это более справедливый, более объективный? Ну конечно, да. Более современный и более объективный. О нем тоже мы еще, об этом виде налога мы еще тоже поговорим. Насколько я знаю, сейчас 28 регионов уже перешли на такую систему оплаты. С какими проблемами они столкнулись, мы обязательно обсудим. Но сейчас, дабы поставить некую точку, в вопросе работы налоговой системы и Почты России, которая непосредственно занимается рассылкой уведомлений, мы сейчас послушаем Ирину Макаренко, главного специалиста по корпоративным коммуникациям Краснодарского филиала Почты России. У нас на связи, Ирина? Мы спросили, сколько уведомлений Почта России вручила жителям Кубани непосредственно в этот период информирования. В течение двух месяцев, в сентябре и октябре этого года, Почта России осуществляла массовую доставку уведомлений по налогу на имущество физических лиц, семейному и транспортному налогу по всей территории страны. В рамках кампании жителям Кубани вручено 2 миллиона 477 тысяч таких отправлений, или 89% от поступивших заказных писем. В отдельных муниципальных образованиях края процент вручения налоговых уведомлений составил свыше 95%. Это Павловский, Ленинградский, Курганинский, Северский, Белореченский районы. Основной объем оплаты налогов пришелся на период с сентября по ноябрь. Всего за эти месяцы жители Кубани оплатили на почте или через почтальюнов на дому свыше 200 тысяч налоговых квитанций на общую сумму почти 225 миллионов рублей. Большая часть платежей была принята в сельских почтовых отделениях. Напомню, что налоговые уведомления направляются заказными письмами, вручение которых производится получателю под роспись. В том случае, если в момент доставки получателя нет дома, почтальон оставляет извещение на получение заказного письма, по которому можно получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства. Ну вот, как оказалось, Почта России эффективный инструмент не только в рассылке и в уведомлении налогоплательщиков, но и непосредственно в оплате этих самых налогов, особенно для жителей отдаленных районов края. Владимир Лазаревич, хочу спросить у вас теперь уже как у депутата Государственной Думы. На федеральном уровне идут какие-то, может быть, обсуждения, которые могли бы помочь муниципалитетам повысить собираемость налогов и улучшить, скажем так, материальное состояние муниципалитетов? Я могу сказать о том, что отдельно по муниципалитетам разговор такой не ведется, потому что касается бюджета федерального, здесь больше именно федерального и регионального. А вот уже во взаимоотношениях в региональном бюджете и в региональном управлении должны найти уже отражение вопросы, связанные с муниципалитетами. Но вот, как бы, говоря о том, как в городе Краснодаре, я могу привести сегодня конкретную сумму по состоянию на 23 число, скажем, по налогу на землю из, как я говорил, миллиард восемьсот, собрано на сегодняшний день 1,400. Я так думаю, что, в принципе, исходя из того, какие показатели были в предшествующие годы, здесь уже чувствуется проработанность вопроса и о том, что серьезно занимались этой темой. Хотя, безусловно, резервы есть, и мы работаем совместно с финансистами, налоговыми службами в городе, очень тесно. И, конечно, в рабочем порядке ищем те варианты, которые могут привести к улучшению собираемости налогов. А если говорить о идее введения прогрессивного налога, раз уж мы о налогах сегодня говорим, давайте на секунду отличаемся от имущественных и поговорим о налогах граждан, их доходов. Прогрессивная ставка налога обсуждается? И как вы считаете, повысит ли она доходы бюджета в том числе? Обсуждается, но пока в бюджете это не находит отражения в этом году. Хотя при обсуждении федерального бюджета этот вопрос ставился, и он будет, вероятнее всего, рассматриваться на ближайшую перспективу. Может быть, 2018-2019 год. Об этом велся разговор, и я думаю, что он имеет почву для того, чтобы такое решение было в дальнейшем принято. Спасибо. Мы сейчас продолжим беседу с нашими гостями. Поговорим после короткой рекламы о порядке начисления налога и как он изменится в Краснодарском крае, как порядок этот будет меняться, от чего будет зависеть, как он скажется на сумме налога, которую мы будем видеть в личном кабинете и в уведомлениях налоговой службы. После рекламы. Дождитесь, мы продолжим. Прямой эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. В эфире ток-шоу «Через край». Сегодня мы говорим о необходимости заплатить налоги. Ровно за неделю нужно это сделать, до 1 декабря. Иначе к вам будут применяться суровые и не очень методы взыскания. О них мы тоже еще сегодня поговорим. Но сейчас давайте поставим точку на том, почему некоторым налогоплательщикам, которые совершенно справедливо и честно хотят заплатить налоги, им просто не приходят уведомления и в личном кабинете они заходят и видят, ну, лично называется. Первый вариант я вам уже ответил, да, это лимит 100 рублей. Вторая часть граждан, которые не получили налоговое уведомление, как вы правильно отметили, это личный кабинет. То есть те граждане, которые подключены к сервису личный кабинет, получают налоговое уведомление посредством электронным. Соответственно, там могут и оплатить, и распечатать эти уведомления. Далее мы с вами только что наблюдали сюжет. Почта России говорит о том, что порядка 200 тысяч налоговых уведомлений еще находятся в отделениях связи и ждут плательщиков имущественных налогов на почте. Поэтому есть вероятность того, что эти уведомления просто-напросто не вручили. Что же касается тех граждан, которые все-таки, исключая эти три фактора, не получили налоговые уведомления. Я хочу напомнить, что начиная с 1 января 2016 года существует обязанность у плательщиков имущественных налогов, граждан, уведомить налоговые органы о неполучении налогового уведомления. Эта обязанность действует в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, то есть до конца текущего года. О чем это говорит? Это говорит о том, что если гражданин ни разу не получил налоговое уведомление в отношении какого-либо объекта налогообложения, будь то квартира, дом, земельный участок, транспортное средство, он должен об этом сообщить в налоговую инспекцию. Сделать это можно также посредством сервиса личный кабинет, там есть соответствующая форма, либо обратиться в налоговую инспекцию. Также в налоговую инспекцию можно обратиться в любую, на территорию Российской Федерации. Мы уже посредством своих ведомственных коммуникаций направим это сообщение в тот налоговый орган, в который следует. Тогда у меня вполне логичный вопрос. Не увеличился ли поток граждан в отделении налоговой? В связи с тем, что если вам ничего не пришло, ни уведомлений, ни на сайте, там, наверное, сейчас просто столпотворение? Да. К сожалению, мы наблюдаем увеличение плательщиков. Во многом это связано все-таки с гражданами, которые не получили налоговое уведомление. Причину я вам обозначил. Не могу сказать пропорции, по каким это происходит. Все факторы участвуют и меньше 100 рублей, и личный кабинет здесь влияет. Отдельные граждане подключились к личному кабинету, но забыли пароль, который сами же туда ввели. Есть определенные сложности. Часть все-таки находится в почтовых отделениях, причем мы сами убеждаемся в этом. Граждане приходят, почему вы не получили? Зачем я пойду на почту? Я приду в налоговую инспекцию. Напрямую идут, обращаются к вам. Понятно. Давайте сейчас напомним нашим телезрителям о том вообще, какие налоги мы платим, какие из них обязательны. Они в любом случае обязательны все, конечно, и все, что начисляются. Но они имеют некое разделение на обязательные. Это налоги на доходы физических лиц в размере 13%. ЕСН 30%, из которого непосредственно, вот вы сейчас видите на графике, идет распределение взносов в пенсионный фонд России 22%. Фонд обязательного медицинского страхования попадает 5%. И фонд социального страхования 2,9%. Ну и кроме того, есть имущественные налоги, о которых мы сегодня говорим. Вот в Краснодарском крае, если я не ошибусь, а коллеги в студии специалисты меня могут поправить, транспортный налог исчисляется 12 рублей за лошадиную силу. В отношении автомобилей. В отношении транспортных средств с мощностью до 150 лошадиных сил. Все верно. Налог на имущество может составлять от 1,1% до 1,5%. Земельный налог 1,1% нет? Поправлю, да. И участки под индивидуальное жилищное строительство в садовом обществе 0,3%. Поправляйте. Поправляйте. Значит, по транспортному налогу. Правильно вы сказали, ограничение до 150. Дальше ставки у нас увеличиваются и варьируются. 20, 25 и так далее. Рублей в зависимости от мощности транспортного средства. Что касается налога на имущество физических лиц, максимальный предел ставки, которую могут установить органы местного самоуправления, это 2% от инвентаризационной стоимости. У вас на слайде было 1,5%. Далее, земельный налог. Правильно вы указали критерии, то есть 0,1, 0,3. 0,3 это предельная ставка налога в отношении земель индивидуального жилищного строительства, земель сельхозназначения, ну, таких распространенных категорий. Что касается земель, используемых для предпринимательской деятельности, то есть земель, не относящихся к жилому фонду, не относящихся к сельхозпроизводству, то там ставка может достигать 1,5%. Варьируется все. Понятно. Спасибо за то, что поправили, внесли поправки в нашу информацию. Игорь Петрович, вопрос к вам. Вот те ставки, о которых мы сказали только что, даже вот с изменениями, насколько справедливыми можно их считать? Не нуждается ли наша налоговая система в какой-то, может быть, корректировке, увеличении? Это я медленно подвожусь к тому, что со следующего года начнет исчисляться налог уже исходя из кадастровой стоимости объекта. Вы знаете, я бы здесь, если говорить в целом, с общего начать, то я считаю, что надо минимально вносить изменения, корректировать законодательство, в нынешних тем более условиях. Основное то, что хотят жители и бизнес, это стабильность налоговой системы, предсказуемость хотя бы на среднесрочную перспективу. Это, конечно, больше бизнеса касается, но я думаю, что и граждане тоже привыкли в рамках каких-то размеров, вернее, налогов платить. И надо в рамках этого корректировать законодательство, если корректировать. Если говорить по транспортному налогу, вот коллега сказал, да, безусловно, у нас не самые высокие ставки по транспортным средствам, где мощность до 150 лошадиных сил, мы анализировали, какие ставки установлены в целом в субъектах Российской Федерации. Вот у нас там где-то мы 15-е идем до 100 лошадиных сил, 17-е до 150 лошадиных сил по размеру налога. Ну, в принципе, если мы позиционируем, что край всегда уходит в десятку по показателям, в двадцатку, да, там, мы всегда передовики, то, наверное, и налоги должны, соответственно, адекватные быть. И здесь я считаю, что достаточно хорошо сбалансированы ставки, есть и льготы. У нас, допустим, по транспортному налогу, почему я так подробно говорю, что транспортный налог – это тот налог, который устанавливается именно региональным законодательством, субъектовым. Непосредственно региональной власти и закон принят законодательным собранием по инициативе администрации. Поэтому мы здесь наиболее, так сказать, полно можем регулировать. У нас есть, вернусь, и льготы по транспортному налогу, это и для пенсионеров, это для ветеранов, это для многодетных семей, но, опять же, по транспортным средствам, которые малой мощностью до 150 лошадиных сил. Что касается местных налогов, то есть земельный налог и налог на имущество физических лиц, он устанавливается решениями органов местного самоуправления в рамках тех параметров, которые определены налоговым кодексом. Бессловно, мы здесь готовим и модельные, и типовые акты, направляем их в органы местного самоуправления, совместно с ними работаем, главное, чтобы, ну, тезис там общий налогового законодательства, ставки налогов не должны носить произвольный характер, они должны иметь под собой экономическую базу, должны учитывать социальную составляющую, способность их уплачивать и так далее. То есть, ну, наверное, может есть в отдельных решениях завышения, ну, в принципе, я считаю, что у нас система и по размеру налогов, она достаточно в крае сбалансирована, учитывает особенности территорий, особенности муниципальных образований, есть там также дополнительные льготы для отдельных категорий граждан, поэтому считаю, что на настоящий момент эта система достаточно сбалансирована. – Сбалансирована. – Сбалансирована и стабильна, это действительно так, но, тем не менее, со следующего, даже с, да, со следующего года, да, действительно, – С 2017 года, но в 2018. – Но налоговое уведомление получим в 2018 году. – Да, все верно, тем не менее, вот эти изменения будут происходить, и к нам в студии присоединился Петровский Александр Александрович, начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала кадастровой палаты Росреестра по Краснодарскому краю. Здравствуйте, спасибо, что нашли для нас время. Вот об этом хотелось бы поговорить прежде всего с вами. Как определяется кадастровая стоимость, из которой мы уже со следующего года начнем исчислять этот налог, и как появляются в государственном кадастре объекты недвижимости? Вот об этом. – Значит, кадастровая стоимость может быть внесена в государственный кадастр недвижимости следующими способами. При проведении государственной кадастровой оценки и непосредственно определена быть филиалом кадастровой палаты. Значит, что касается первого случая. В результате проведения государственной кадастровой оценки администрации Краснодарского края утверждаются результаты определения кадастровой стоимости для объектов недвижимости, в отношении которых эта кадастровая оценка государственная была проведена. А также утверждаются средние удельные показатели кадастровой стоимости одного квадратного метра объектов недвижимости, в отношении которых производилась кадастровая оценка. Так вот, в дальнейшем эти результаты опубликовываются на официальном сайте администрации и передаются в орган кадастрового учета для последующего внесения в кадастр недвижимости. Значит, что касается второго случая, когда орган кадастрового учета самостоятельно может определять кадастровую стоимость. Происходит это в отношении всех объектов недвижимости, у которых происходит постановка на государственный кадастровый учет после проведения государственной кадастровой оценки, а также внесение изменений в государственном кадастре недвижимости, объектов, стоимость которых была определена ранее в режиме государственной катастрофы оценки. Так вот, как поступает... Скажите, насколько она объективна вообще, вот эта катастрофа стоимость, и насколько она повлияет на налоги, которые будут исчисляться? То есть налог вырастет, правда? Вы знаете, факторы, которые учитываются при проведении государственной катастрофы оценки, к сожалению, очень узкие. Так как проведение государственной катастрофы оценки имеет массовый характер, там не учитываются индивидуальные характеристики того или иного объекта недвижимости. Например, если это здание, не учитывается, например, материал стен, количество этажей, год завершения строительства, например, в отношении помещений не учитывается номер этажа, на котором расположено помещение. Учитывается только вид объекта недвижимости для здания, вернее, это здание или помещение в нашем крае. Учитывается номер кадастрового квартала, то есть непосредственно местоположение, в котором он расположен. И назначение объекта для здания это жилой дом, нежилое здание, для помещения это нежилое помещение и жилое помещение. Так вот, при осуществлении определения кадастровой стоимости, например, филиалом, используются только эти характеристики, мной названные. Что происходит? Определяется удельный показатель кадастровой стоимости, именно исходя из этих характеристик, в указанном постановлении администрации Краснодарского края и умножается на площадь этого объекта. То есть, да, есть там параметры, по которым это все высчитывается. Тоже об этом еще обсудим. Единственное, почему я спросил, будет ли увеличиваться налог в следующем году, когда мы, то есть через год уже, когда мы получим за 2017 уведомления или увидим их в личном кабинете. Я спросил вот почему. Потому что, насколько мне известно, в процессе подготовки программы мы выяснили, что 28 регионов страны уже сейчас высчитывают вот эту налоговую базу, исходя из кадастровой стоимости. И люди, мягко говоря, возмущены тем, что сумма налога могла вот запросто увеличиться в два, а то и более раз. Но это понятно для людей, которые имеют большие дорогие квартиры, которые раньше платили низкий налог или имеют помещение коммерческого назначения. Тем не менее, для многих это стало шоком. Они начинают оспаривать кадастровую стоимость. Как вот быть таким людям и нужно ли нам готовиться к такой ситуации? В первой части Игорь Петрович совершенно верно отметил о том, что при введении этого налога государство реализовало поэтапный механизм роста. То есть рост не может превышать 20% от той суммы, разницы между суммой налога, исходя из инвентаризационной стоимости и окончательной суммой налога, исходя из кадастровой стоимости. То есть весь рост делится на 5. То есть по 20% ежегодно, но не более этого. Поэтому, я так полагаю, те случаи, которые вы обозначили, когда сумма налога выросла в разы, это должны быть единичные случаи, которые... То есть представьте, какова должна быть разница, чтобы сумма налога вырастала в разы. Это может быть в том случае, если налог на имущество уплачивался, например, в сумме 20-30 рублей. Мы с вами понимаем, что это не тот налог, который характеризует, в принципе, плательщика налога на имущество. Правильно? То есть 20 рублей – это проехать в трамвае, грубо говоря. Конечно. И при этом, если исходя из кадастровой стоимости, потом гражданин оплачивает сумму налога в размере 200 рублей, можно говорить о том, что налог вырос в 10 раз. Но мы же с вами понимаем, что он, наоборот, пришел к реалиям. Я просто слышал, почему и ссылался на эту информацию один из наших респондентов, кого мы опрашивали. Он назвал мне суммы конкретной, что 3,5 тысячи он платил за дом и сейчас платит чуть больше 6, тоже почти в два раза. Но я понимаю, что это частный случай, о котором вы и сказали. Татарстан и Казань, в частности, один из тех регионов, которые входят в те 28, где сейчас исчисляется налоговая база, исходя из кадастровой стоимости. И мы дозвонились в Татарстан, мы позвонили члену Ассоциации юристов России из Татарстана и из Казани Адель Хусаинов нам прокомментировал, мы просто поинтересовались, не увеличилось ли количество обращений налогоплательщиков в связи с тем, что налоги изменились. Давайте послушаем его мнение. Все зависит от муниципалитетов. Если муниципальный район где-то там отдаленный, там берется где-то 250, а уже в городе это чуть больше, где-то там 300-400, ну может 500 рублей. Поэтому такую разницу не такая огромная. И жалоб у граждан в принципе нет. Вот такое мнение нам обозначили юристы. То есть, ну действительно, поживем, посмотрим, что называется. Владимир Лазаревич, ну а вы-то как считаете, жителям Краснодара стоит ли бояться изменения вот этой налоговой базы? Ну я думаю, что за последние годы мы, что касается налоговой базы, по местным налогам провели большую работу. И я знаю, что у нас в принципе налог на землю еще там какое-то время назад был просто мизерный. И он никаким образом не отражался на желаниях, мнениях граждан. За последние годы его несколько откорректировали. Но думаю, что он тоже был в рамках разумного. И по крайней мере, вот итоги сегодняшнего года говорят о том, что это не вызывает какого-то большого ажиотажа. Я надеюсь на то, что вот то, что сегодня готовится новая система налогообложения, так сказать, от кадастровой стоимости, там уже определены все основные вопросы, которые не вызовут какой-то озлобленности и недовольства. Поэтому рассчитываю, что все это должно пройти достаточно ровно. Ну дабы еще раз успокоить наших телезрителей и рассказать о том, что бояться этих изменений конкретно не стоит, давайте просто напомним, куда же идут наши с вами налоги. Итак, статьи расходов. Допустим, такой налог на доходы физических лиц. Он расходуется на содержание бюджетной отрасли. Это армия, полиция и врачи, различные государственные программы, а также строительство и содержание социально значимых объектов. Пенсионный фонд. Понятно, как из названия это идет. Все на выплаты пенсий. На больничные пособия и по беременности, и родам, и декретные пособия на погребения, а также льготные путевки, и санатории, и пионерские лагеря идут налоги фонда социального страхования. И фонд обязательного медицинского страхования расходуется на скорое медообслуживание, постоянное медицинское обслуживание и высокотехнологическую медицинскую помощь. Что же касается транспортного налога, имущественного и земельного, о которых мы говорим сегодня, напомним, что транспортный, как уже отметил Игорь Петрович, идет на строительство и ремонт дорог из дорожного фонда, а также на резерв для решения текущих задач. Имущественный налог расходуется на социальные программы, уборку улиц и другие нужды муниципалитетов. И земельный налог – это, опять же, нужды муниципалитетов, субсидирование различных городских программ. Вот так расходуются наши с вами налоги. Я думаю, не нужно лишний раз объяснять о важности и значимости своевременной оплаты налогов. Ну а после рекламы мы поговорим о том, какие будут штрафные санкции применяться к недобросовестным налогоплательщикам и насколько они суровыми могут быть. Об этом после рекламы в программе «Через край» дождитесь. Прямой эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. Вечернее ток-шоу «Через край» в прямом эфире. И мы говорим сегодня о налогах, о налогообложении, о той системе, которая действует в России, как она меняется и что интересует нас в этой части программы. Так это что же будет, если не платить налоги? Но для начала давайте я представлю гостей, которые присоединились к нам в студии Владислав Варшавский, экономист, Лабутин Вадим Олегович, начальник отдела кадастровой оценки Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Продолжает с нами в студии освещать проблемы налогообложения Дранишников Антон Владимирович, начальник отдела налогообложения и дохода физических лиц. И Елена Лысечко, начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации, управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Здравствуйте. Итак, давайте, чтобы понимать, мы поговорим о вот такой вещи, которую мы, возможно, немножко из виду упустили. Структура доходов краевого бюджета, по данным Министерства финансов, по состоянию на 1 октября 2016 года. Итак, фактический доход бюджета составлял на эту дату 182,5 миллиарда рублей. Налог на доходы физических лиц из этой суммы составляет 34%. И уже затем налог на прибыль организации 23%, налог на имущество, акцизы и остальные прочие налоги и доходы. То есть большую часть, львиную долю составляют как раз налоги с физических лиц. Попросим прокомментировать Владислава, Варшавского экономиста. Если это бы выразить в конкретных цифрах, насколько это значимо для края и на что мы можем рассчитывать, используя вот эти деньги, именно налоги с физических лиц? Ну, смотрите, да, то есть мы видим, что 34% у нас получается это НДФЛ по факту, да, то есть, соответственно, это достаточно серьезная сумма, то есть это треть всего бюджета, который формируется, да, у нас за счет подобного рода поступлений. Поэтому если мы говорим об увеличении платежей, там, в том числе, да, при счете и переходе на кадастровое исчисление, да, там по стоимости, то, ну, естественно, это дополнительный приток бюджетных поступлений в структуру бюджета Краснодарского края в целом. Владислав, а такой вопрос. Вы экономист, вы бизнес-консультант, вот скажите, а бывают ли у вас такие клиенты, которые… Вы поняли мой вопрос, да? Бывают ли у вас такие клиенты, которые спрашивают, а как можно сократить вот свои расходы на налоги, как может быть избежать? И что вы им советуете в этих случаях, самое главное? Ну, на самом-то деле, да, это достаточно типичный вопрос, который задают наши клиенты, да, и действительно, это практика, которая применяется, ну, не только вот в нашей стране, но и в любой стране мира. Оптимизация налогообложения. Ну, оптимизация, это слово немножко не совсем корректное, да, то есть существует такой термин, как налоговое планирование. То есть грамотное налоговое планирование, то есть своих будущих отчислений в бюджет – это нормальная практика, это стандартная методика работы для любой уважающей себя компании. И плохата компания, которая не занимается подобного рода деятельностью. На самом-то деле, существующее законодательство дает достаточно серьезный перечень налоговых послаблений, если мы говорим о бизнесе. И опять-таки, да, грех этими послаблениями не воспользоваться, да, то есть начиная там с существующих положений по, допустим, льготам по налогу на имущество, которые рекламентирует наше краевое законодательство, заканчивая вот такими нюансами, как вот переоценка, допустим, кадастровой стоимости и так далее, и так далее. То есть то, с чем бизнес уже столкнулся и то, с чем будут сейчас сталкиваться физические лица. То есть есть порядки, процедуры, да, то есть все эти процедуры понятны, известны. И, в принципе, да, там при грамотном управлении, да, и в грамотном подходе к использованию этих процедур можно достаточно серьезно сэкономить. В хорошем смысле слова. Спасибо. Вот это, что называется, такие схемы, которые действительно не запрещены законом. Это не схемы, это методы налогового планирования. Методы налогового планирования. Сейчас поговорим о недобросовестном планировании, если его можно так назвать. Как судебные приставы реагируют на то, что люди не платят от налогов? То есть я, насколько понимаю, система такова, что налоговая передает вам информацию о задолженности определенной, о должниках. Как вы с ней поступаете? Какую работу начинает вести судебный пристав? И какая сумма, в конце концов, должна быть значимой, чтобы в дверь постучали, что называется? Ну, сумма значимая, на которую уже могут накладываться определенные санкции, она равняется 10 тысячам рублей. То есть если человек, физическое лицо, на текущий момент должен 10 тысяч рублей, то ему уже грозит как минимум ограничение за пределы Российской Федерации на выезд. Также это арест счетов, запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. То есть целый ряд мер взыскания, предусмотренных законодательством, направлены на то, чтобы эту задолженность взыскать в итоге. То есть на сегодняшний момент мы уже можем называть определенные суммы. По физлицам составляет это 465 миллионов рублей. Уже мы взыскали и до конца года планируется 650 миллионов взыскать еще. Это уже идут недобросовестные налогоплательщики. И те суммы, которые уже попали на исполнение в службу судебных приставов. То есть лучше, естественно, до этого не доводить. Вот мы проводим большие агитационные кампании, касающиеся того, что человек должен добровольно и максимально быстро погасить свои задолженности, дабы не столкнуться с нашей службой. Антон Владимирович, а через какой срок, сколько времени должно пройти? Вот начиная, мы говорим о том, что через неделю срок уплаты налогов заканчивается. Через какое время после этой даты вы начнете передавать сведения о задолженностях непосредственно приставам? Начнем с того, что непосредственно приставам мы сразу же сведения передавать не будем. То есть приставы также не будут реагировать на, ну, осуществлять меры предназначительного взыскания без соответствующего решения суда. То есть решение суда должно быть? Это его не обойти? Судебный приказ, либо решение суда, но в любом случае такие меры должны пройти. Только после этого, да? Спасибо. Я напоминаю, что вы можете позвонить в наш прямой эфир, задать вопрос экспертам, которые у нас в студии. Кроме того, напоминаю про наш сайт kuban24.tv, где идет голосование. Мы спрашиваем о том, как вы узнали и узнали ли о сумме налога, о которых мы сегодня говорим. Варианты ответа там четыре. Заходите, посмотрите, если любопытно, а ваши ответы мы озвучим в конце эфира. Ну и раз уж мы начали говорить о изменениях в налоговой политике нашей страны и о том, что 28 регионов уже оплачивают налоги, исходя из кадастровой оценки, то я спрошу, наверное, вас, Вадим Олегович, насколько объективно она отражает действительность, насколько вырастет наш налог на недвижимость, который платим мы сейчас, насколько может измениться сумма на примере Краснодара. Давайте разберем в центральной его части, если имея квартиру в Краснодаре, насколько вырастет наш налог. Ну, про рост налога, в принципе, уже здесь в передаче говорилось, что этот рост не может быть значительным выше 20%. Он распланирован, да, до 2020 года? Да, совершенно верно. Единственное, может появиться рост у объектов коммерческого торгового назначения, у объектов общепита. Это относится как к имуществу организаций, так и к имуществу физических лиц. Если организации ранее, которые находились на упрощенной системе налогообложения, там, на вмененном доходе не уплачивали налог, то со следующего года в отношении ряда объектов, как я уже сказал, по функциональному значению, будут производиться начисления, они должны уплачивать налог на имущество с таких объектов. Перечень таких объектов формируется в Департаменте имущественных отношений Краснодарского края, и, собственно, к концу года он будет утвержден и передан в налоговую инспекцию. Не считаете ли вы, что изменение вот это, о котором мы сейчас говорим, повлияет на некие виды бизнеса? Не усложнит ли оно существование бизнеса? И как-то вы уже в этом вопросе разбирались, может быть, какие-то отклики получали от бизнес-майлов? Да, при разработке закона, ставок, мы старались взаимодействовать с организациями, с предпринимателями. Не могу сказать, что мы получали прекрасный отклик, который бы позволял провести детальный анализ, поскольку предприниматели сами боялись дать цифры, которые они будут платить. Но в целом выявить какую-то одну тенденцию на увеличение у нас не получилось. То есть тенденции разнонаправленные. По каким-то организациям идет увеличение сумм налога, по каким-то уменьшение. То есть, допустим, для объектов новой постройки, а организации платят не от анализационной стоимости, а от балансовой. Для новых зданий и сооружений у них высокая, естественно, балансовая стоимость, еще не самортизированная. И по ним переход на исчисление от кадастровой стоимости снижает сумму уплаты налогов. Вот как. Тем не менее, мы пока говорим и встречаем только мнение и бизнеса, и, в принципе, простых налогоплательщиков о том, что люди готовятся к тому, что налог на недвижимость, на имущество будет повышаться. А вот можно ли оспорить стоимость, кадастровую стоимость, мы спросим сейчас у юриста. На связи с нашей студией Максим Попов, руководитель направления российского офиса международной юридической фирмы BLP. Максим, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Итак, поясните нам, пожалуйста, можно ли оспорить кадастровую стоимость и как это сделать? Да, конечно, кадастровую стоимость оспорить можно, в некоторых случаях нужно, но практика показывает, что в нынешней ситуации очень много зависит от деталей и от нюансов в каждой ситуации. Во-первых, нужно разобраться, в чем причина того, что кадастровая стоимость, которую мы увидели в публичной кадастровой карте или в виде выписки из кадастровой недвижимости, превышает, по вашему мнению, рыночную стоимость. Причины могут быть разные. Это может быть какая-то просто техническая ошибка. Допустим, оценщик, когда смотрел вашу недвижимость, не обратил внимания на то, что она обременена какой-нибудь охранной зоной. Мы должны понимать, что кадастровая оценка по определению массовая оценка, и оценщик, он по определению не может углубляться в какие-то детали. Поэтому первый шаг, очевидно, это нужно выяснить, почему, по вашему мнению, вот это самое увеличение кадастровой стоимости. Здесь достаточно просто, можно обратиться в Росреестр с запросом, какие данные послужили основанием для того, чтобы оценщик показал такую кадастровую стоимость. Если вы видите, что действительно что-то упущено, ну, предположим, повторюсь, вы оказались в охранной зоне, а это не было учтено оценщикам. Или, допустим, у вас аварийное состояние какого-либо объекта, это тоже не оказалось учтено. Здесь вполне можно обратиться в Росреестр. Максим, это я правильно понимаю, то есть это все равно нужно проводить оценку? Прежде всего нужно сделать... Нет, нет, в том-то и дело, что сначала вы должны выяснить, что послужила причина высокой кадастровой стоимости. Это недостоверность сведений об объекте недвижимости? Или попросту все... Или это первый вопрос, да? А второй вариант, это если все правильно учтено, но почему-то оценщик указал очень высокую кадастровую стоимость. Возможно, было некое такое негласное или гласная просьба власти, отдавая казнилую кадастровую стоимость повыше. Спасибо большое, мы поняли, спасибо большое. Максим Попов, руководитель направления Российской офисы международной юридической компании, был у нас на связи. Ну и продолжим тему того, что остро реагирует бизнес. Владислав, для кого, в первую очередь, по кому ударит вот это изменение? Какие-то, может быть, конкретные виды бизнеса пострадают? Маленькие магазинчики, риэлторы, застройщики, кому боятся? Ну, на самом-то деле, все те предприятия и те сферы, которые будут указаны в перечне департамента. Поэтому сеть компании, в первую очередь, малого среднего бизнеса, по одной простой причине, что крупный бизнес все-таки, он имеет достаточно высокий запас финансовой прочности, и в рамках общих оборотов эти суммы не находят такого серьезного отношения, и не так чувствительное. А что касается малых предпринимателей, которые действительно работают в сфере того же общепита, к примеру, пресловутого, то здесь, конечно же, это дополнительное обременение для некоторых видов предпринимателей, которых это будет достаточно фатальным, на мой взгляд. И тут бы я все-таки немножко не разделил бы оптимизм коллег, по той простой причине, что действительно, здесь я солидарен с последним оратором, что называется, по той простой причине, что вопрос, опять же, справедливости вот этой кадастровой оценки. Ведь у нас уже есть опыт с землей, когда действительно была массово велась переоценка, переоценка земельных участков и так далее, и так далее, по земельному налогу. У нас эта практика имеется. Будет ли аналогичный прецедент у нас в части имущества, остального, которое сейчас планируется облагать налогом? Тут большой вопрос. Вот у меня со стороны, допустим, с независимой стороны, как консультанта, наблюдающего, что называется, за всей этой ситуацией. Поэтому, да, по предпринимателям это, конечно же, ударит. И ударит не в лучшую сторону. А по застройщикам? Не рискуем ли мы столкнуться с удорожанием, например, квадратных метров стоимости? По застройщикам, смотрите, опять же, повторюсь, застройщики это все-таки достаточно крупный бизнес, средний, переходящий в крупный порой. То есть здесь эти суммы не так чувствительны в целом, для того, чтобы говорить о каком-то кратном увеличении стоимости квадратного метра. Они сидят в себестоимости на уровне статистической погрешности. Спасибо большое, Владислав. Мы поняли. И ваше мнение в том числе. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете позвонить в студию и задать свои вопросы, интересующие вас непосредственно о системе налогообложения, которая сейчас применяется, которая будет применяться со следующего года. Ну, а мы поговорим о том, как правильно рассчитать сумму платежа, если все-таки не пришли уведомления, если на сайте, в личном кабинете пусто. Мы об этом поговорим сразу после телефонного звонка, который к нам только что поступил. Давайте познакомимся. Кто у нас из телезрителей на связи? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Людмила Александровна. Здравствуйте, Людмила Александровна. Ваш вопрос. У меня жилой дом. У меня такой вопрос. У него два литера. А и Б. Как считается налог? По литерам или в целом? За полный жилой дом. Спасибо за вопрос. Повторюсь. Налоговой базой для налога на имущество физических лиц является винторизационная стоимость объекта. Объектом налогообложения, соответственно, является жилой дом в данном случае. И налоговой базой будет являться инвентаризационная стоимость обоих литеров. То есть и одного, и второго. То есть хотите их суммируете, хотите их считаете по отдельности, сумма налога от этого не изменится. А как можно, есть какой-то сервис, например, у вас на сайте, я не знаю, в личном кабинете, где человек может сам проверить, грубо говоря, то, что ему выставили, провести этот расчет. Как его можно сделать? Какова это? Такой сервис есть. И более того, такой сервис сейчас позволяет спрогнозировать ту сумму налога на имущество физических лиц, которая будет исчислена, исходя из кадастровой стоимости. То есть сервис этот есть, налоговый калькулятор он называется. Там можно рассчитать и налог на имущество физических лиц в текущих реалиях. Единственное, что необходимо, обладать информацией об инвентаризационной стоимости. То есть в части кадастровой стоимости этот сервис задействован еще и на Росреестр. То есть он, взаимодействуя с государственным кадастром объектов недвижимости, подтягивает стоимость кадастровую. А в части инвентаризационной стоимости такой информации, к сожалению, у нас в обобщенном виде нет. Поэтому для того, чтобы рассчитать непосредственно налог на имущество по конкретному объекту, необходимо обладать информацией об его инвентаризационной стоимости. Кроме этого, можно рассчитать земельный налог, там уже кадастровой стоимостью у нас является налоговой базой. И транспортный налог, соответственно, тоже. Вот о транспортном налоге мы поговорим после рекламы. Мы уже уделили внимание и земельному, и имущественному налогу. Вот осталось, что называется, только в транспортном то и разобраться. Дождитесь после рекламы, мы продолжим. Прямой эфир телеканала Кубань24 продолжает ток-шоу «Через край». О налогах мы говорим сегодня, о том, что неделя всего осталась у нас с вами для того, чтобы заплатить имущественные налоги. И вот сейчас, прежде чем, как я и обещал, мы перейдем к обсуждению транспортного налога, давайте все-таки разберемся с имущественными, куда, в общем-то, и входит транспортный налог. Но прежде поговорим о льготах. Какие льготы существуют, для каких категорий граждан они есть, и насколько часто задаваемый этот вопрос? Вопрос довольно часто задаваемый и все более популярный в последнее время. Связан он со следующим. Начиная с 2015 года, то есть, по сути, с текущего года, года направлений налоговых уведомлений, у нас изменились льготы по налогу на имущество физических лиц. Немножко экскурс в историю. Налог на имущество физических лиц был самым, так называемым, старым, можно сказать, налогом, который действовал за рамками налогового кодекса. Он был установлен законом 2003-1 еще в далеком 1993 году. Льготные категории граждан там были довольно существенными и обширными. То есть, мы льготировали порядка 50% плательщиков этого налога. Самая распространенная категория была – это пенсионеры. То есть, прекрасно понимаете, она и по сути самая значительная категория. И граждане, может быть, на вполне законных основаниях пользовались этим, то есть, оформляя свое имущество бабушек, дедушек на пенсионеров, на льготные категории и граждан. И доходило до того, что на отдельных пенсионерах там у нас были оформлены, образно, в кавычках, заводы и так далее. Да, и десятки участков. Да, и десятки квартир и жилых домов и прочего. С 2015 года у нас введена в налоговый кодекс новая глава. Так она и называется – налог на имущество физических лиц. В этой главе прописаны льготы. Категории льгот у нас не изменились абсолютно. То есть, также это пенсионеры, также это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды. То есть, там довольно обширный перечень категорий граждан. Но сделано исключение в перечне объектов, которые льготируются. То есть, с 2015 года у нас льготируется один жилой дом, одна квартира, один гараж или машина-место. То есть, вот из этих категорий льготируется только одна. То есть, одновременно может прольготироваться жилой дом, квартира, гараж. Если у вас есть еще один гараж, то в отношении этого гаража мы направим, исчислим налог и направим налоговое уведомление. То же самое про квартиры и про жилые дома. Вот это довольно часто возникающий вопрос, который мы слышим от граждан. Но я бы хотел его осветить. Спасибо. Владимир Олегович, вопрос к вам. Что касается новой системы налогообложения, которая будет применяться. Вот перечень объектов, по которым будет иначе исчисляться налог, будет исчисляться. Как он, в чем состоит этот перечень и что за объекты в него попадают? Значит, как я уже сказал, в этот перечень попадают объекты общественного питания, офисы, административные здания и помещения и объекты бытового обслуживания. Перечень формируется из информации разных источников. Это, прежде всего, государственный кадастр недвижимости. Но вместе с тем, в государственном кадастре недвижимости отсутствуют зачастую сведения, которые позволяют установить функциональное использование помещений. В связи с чем для формирования перечня используются данные о виде разрешенного земельного участка, на котором расположен этот объект. Если он указывает, что участок представлен для строительства административного или торгового здания, то расположенные на нем объекты попадают в перечень, который исчисляется по отдельным ставкам налога. Если этой информации недостаточно, используются данные, содержащиеся в базе БТИ. Если и по ней невозможно установить функциональное использование объекта, то проводятся выездные обследования на предмет установления функционального использования объектов. Эти обследования проводятся специалистами Кубань-Земконтроля. Мы им передали эти полномочия. На основании них принимается решение о включении, об установлении вида фактического использования объекта и о включении его в перечень. Решения принимаются департаментом на основании предложений межведомственной комиссии, специально сформированной. В эту межведомственную комиссию мы включили как представителей органа кадастрового учета, представителя БТИ, представителя Министерства финансов, так и общественных организаций. Это уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае, представителя Российского Союза промышленных предпринимателей, представителя ОПОР России. Вот такая комиссия, которая отражает интересы одновременно как и представителей защищающих бюджет, так и представителей предпринимательского сообщества. Она уже, собственно, выносит предложение департаменту по включению объектов в перечень. Вот, кстати, о перспективах, Владислав, к вам вопрос, о перспективах новой вот этой системы налогообложения. С двух сторон давайте попробуем взглянуть на нее. Как она будет помогать и будет ли помогать она бюджету, наполняемости, с одной стороны, и с другой стороны, как она будет встречена простыми гражданами, гражданами, на ваш взгляд. Ну, я, наверное, повторюсь, да, скажу, что все-таки, когда мы говорим об увеличении поступлений в бюджет, да, эта мера, мы будем откровенны, все-таки направлена на повышение бюджетных поступлений. Она, естественно, позитивным образом сказывается на получающей стороне, да, то есть в органах власти. И негативным образом отражается на платильщиках. Поэтому граждане, я думаю, будут не в большом восторге от того, что им придется больше платить родине, да, что называется. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, да, что в сложившихся условиях, там, государству необходимо соблюдать свои социальные обязательства, обеспечивать там достойное комфортное существование, да, там и прочее, финансировать те же объекты инфраструктуры и так далее, и так далее. Да, поэтому, ну, мы достаточно лояльно, да, относимся к различного рода налоговым новациям, да, то есть, несмотря на то, что у нас, в принципе, одно из самых таких демократичных налоговых законодательств в стране, да, в сравнении с другими странами, да, то есть, даже если мы возьмем там пресловутый НДФЛ со всеми там начислениями в виде соцстраха, ну, платежей по социальному страхованию, все равно у нас достаточно низкая ставка совокупная получается, по сравнению там со странами той же Европы. Ну, в целом, ну, народ немножко повозмущается, я думаю, но к концу следующего года все уже и забудут о том, что какие-то повышения происходят. Что-то изменилось. Ну что ж, через год соберемся в этой статье и обсудим. Время покажет. Это точно. И я представлю гостя, который присоединился к нам в студию, Осипов Сергей Ливонович, заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Здравствуйте. Добрый вечер. Нашли для нас время. Ну и вопрос вам, дабы немножечко уже заканчивать тему имущественных налогов. Спрошу непосредственно с точки зрения простого налогоплательщика. Как и где обычный человек может узнать кадастровую стоимость своей недвижимости? Как это можно сделать уже сейчас, например? Ну, на данный момент узнать кадастровую стоимость своей недвижимости очень просто. Любой гражданин, имеющий обычные навыки пользователя ИВМ, заходит в любой интернет-поисковик, набивает слово «Росреестр». И первая ссылка – это будет официальный сайт «Росреестра». В левой нижней части имеется ссылочка «Онлайн-сервисы». И там есть сервис, где можно ввести туда кадастровый номер своего объекта недвижимости и узнать кадастровую стоимость. То есть это просто номер объекта? Да, кадастровый номер объекта. Причем там есть и условный номер, есть и старый номер. Сервис достаточно хорошо продуман и эффективно работает. Более того, есть дальнейшая ссылка, которая переправит человека на сайт ФНС, где им по этому номеру уже скажут окончательную сумму налога, которая будет исчислена. А вот тогда подробнее о взаимодействии непосредственно с налоговой. Расскажите, как в налоговую попадут эти данные, начиная со следующего года, и как они там будут обрабатываться? Не может ли возникнуть какой-то ошибки на пути передачи информации? Ошибки – это большие массивы данных. Ошибки всегда присутствовали и присутствуют. Но как бы что налоговая, что мы уже на протяжении определенного количества лет работаем над повышением достоверности наших данных. Конечно, буквально каждый день приходят нам люди, где сообщают о каких-то ошибках и так далее, и тому подобное. Нужно относиться к этим вещам с пониманием. Налоговая служба у нас вообще как бы очень эффективно работает в плане внедрения информационных технологий. Они ввели новый сервис «Налог-3», централизовали все базы данных. Поэтому в плане организации правильной достоверности сведений мы очень плотно взаимодействуем и решаем вопросы. Но не исключены, быстро все исправляется. Обращение в налоговую, они направляют нам запросы, и все вопросы разрешаются. Тогда еще один момент, который мы уже в принципе затронули в прошлой части нашей программы. Если человек не согласен с кадастровой стоимостью, обратиться к вам он может? И повлияет ли это? Как бы хотелось бы объяснить нашим людям, но это в основном касается, конечно, физических лиц и имущества жилых домов, то есть то, что используется не для коммерческих целей. Возможность оспаривания кадастровой стоимости предусмотрена еще 135-м федеральным законом об оценочной деятельности через комиссию. Но процедура оспаривания имеет определенные сложности. Прежде всего, эта сложность – это привлечение профессиональных оценщиков, которые за свои услуги берут приличную большую сумму. Прежде чем человек может получить платежку, увидеть, что он раньше платил 100 рублей, сейчас будет платить 500 рублей. Нужно понять, что может быть где-то не совсем достоверно была исчислена кадастровая стоимость. Но опять вернусь, что такое кадастровая стоимость? Это все-таки рыночная стоимость, исчисленная массовыми методами, без учета конкретных индивидуальностей. Для того, чтобы человеку изменить эту кадастровую стоимость, привести ее к реальной, с учетом каких-то особенностей, то есть стены, расположение, этажность, все остальное своего жилого дома, ему нужно пройти через эту комиссию. И стоимость услуг оценочной организации там варьируется разная. От 25 до 50 тысяч, насколько сведениями через интернет обладаем. При этом с 01.01.2017 года Государственной Думы принят революционный закон в данной деятельности. Это создание государственных бюджетных учреждений, органами исполнительной власти, которые будут вот эти процессы исправления необъективной кадастровой стоимости осуществлять совершенно бесплатно на основании заявлений. То есть фактически человек, может быть год-два будет платить где-то, может быть, для него будет завышена эту стоимость. Все-таки мой совет, не стоит кидаться, прям все это дело переоценивать, потому что через 2-3 года заработает вот этот институт, который создает наш орган исполнительной власти, и там будет бесплатный механизм все это приводиться в соответствие. То есть нужно просто подождать, что называется, да? Ну, если сумма как бы невелика, то есть я примерной суммой назвал, то есть, ну, все-таки мне кажется, что это было бы правильно решить. А перерасчет потом получится произвести, если все-таки будет? Перерасчет нет. Нет? Не сможем. Я понял. Ну, раз уж мы начали об ошибках системы говорить и, может быть, о том, что не всегда верно доходит информация, то тогда, Антон Владимирович, вопрос к вам. Вот есть такие случаи, и наверняка вы тоже с ними встречались, когда, например, ну, человек продал машину, либо, ну, там, снял ее с учета, либо, не дай бог, попал в аварию. То есть такие же истории могут быть и с объектами недвижимости, там, дачи, квартиры. Все, информация изменилась. Он больше не собственник, но ему приходит налог на недвижимость, на движимость, неважно. Что делать в такой ситуации? Самый простой способ, он затрагивает пользователей личного кабинета. То есть на самом деле налоговая служба у нас сейчас очень активно внедряет всяческие интерактивные сервисы. Через личный кабинет налогоплательщик может напрямую обратиться в налоговый орган, в вышестоящий налоговый орган, вплоть до федеральной налоговой службы, подать сообщение о том, что данный объект у нас, ну, у меня фактически отсутствует, либо эта машина была снята с регистрационного учета, там, два-три года назад. Налоговый орган самостоятельно проверит эту информацию, и в случае, если эта информация подтвердится, соответственно, проведет перерасчет. Но это, правда, связано с тем, что очень большой массив данных, и он не всегда... Ну, представьте, так, в масштабе, да, Российская Федерация, регистрирующие органы, начиная от Росреестра, Федеральной миграционной службы, ГИБДД, ГИМС и прочее, и прочее, и прочее, вся информация с этих регистрирующих органов стекается в один орган, Федеральную налоговую службу. То есть, на самом деле, объем информации, он, ну, просто колоссальный. И страна у нас немаленькая, да, то есть, это не... Ну, да, какое-то европейское государство с ограниченными ресурсами. Не исключены у нас ошибки во взаимодействии с регистрирующими органами. Стараемся мы эти ошибки свести к минимуму, стараемся осуществлять взаимодействие и проверку вот этих всех обращений граждан самостоятельно. Ну, все, что можно, мы делаем. Если человек не обладает возможностью воспользоваться интернетом, он может обратиться в тот налоговый орган, который осуществил исчисление имущественных налогов того или иного. Там, там, на месте, да? Да, тут я... Еще мы один момент с вами не обсудили, если позволите. Давайте, конечно. Конечно. Налоговые уведомления в этом году граждане получили, ну, так скажем, в одном экземпляре. То есть, если ранее объекты находились на территории различных муниципальных образований, на территории различных субъектов Российской Федерации, налоговые уведомления получали от каждого налогового органа по месту нахождения этих объектов. В текущем году налоговые уведомления впервые были сформированы сводно. То есть, не так и называются, сводные налоговые уведомления. В одном налоговом уведомлении содержится информация о всех объектах на территории Российской Федерации. Это еще одно из новшеств Федеральной налоговой службы. То есть, представьте, да, саккумулировать информацию по всей Российской Федерации в отношении непосредственно гражданина. Да. Остается только пожалеть ваших сотрудников, которые вынуждены работать с такими объемами информации. Я просто добавлю к этому моменту. Вот мы рассматриваем обращение граждан. Сегодня только пришло, человек находится в Тюменской области. Ему налоговое наше прислало уведомление о том, что он является собственником Краснодарском крае и обязан заплатить. Начинаем рассмотреть по базам. Это, оказывается, полный тезка. Вот как. Да. Фамилия имеющая совпадает, дата рождения совпадает. Единственный паспорт другой и регистрация другая. А базы, которые, центральная база обработки данных, видимо, где-то их свели, поэтому сейчас в ручном режиме будем их разводить. Да, поэтому... Ну, бывают казусы, да, и такие, что называется. Ну, надеемся на скорейшее выправление ситуации в этом смысле. Напоследок, напоследок, давайте поговорим о том, о чем уже сказал наш гость Владислав Варшавский и упоминали другие участники нашей беседы о том, как происходит и работает система налогообложения, в европейских странах, раз уж мы о них заговорили. Мы связались сегодня с Александрой Сиваш, это финансовый аудитор. Она какое-то время работала во Франции, затем в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Она нам рассказала о том, что в Соединенных Штатах платить налоги это не только обязанность, но и почет для гражданина. Ну, а теперь давайте послушаем ее мнение о том, насколько отлажена система во Франции. У нас только система как бы отлажена, что все знают, что нужно выполнять декларацию, потому что если вы, допустим, вы хотите снимать квартиру, или вы хотите открыть счет в банке, или вы попросили кредит на дом, первое, что вас просят, это ваш паспорт и вашу последнюю налоговую декларацию, потому что это единственный способ у банков проверить, сколько вы вообще отрабатываете, какая у вас платежеспособность и так далее. То есть если у вас этого нет, или если, не дай бог, не заплатили, не заполнили, ну, ваши действия в стране ограничены. Ни в университет поступить особо вы не сможете, потому что они тоже требуют это от родителей. Они смотрят на декларацию, чтобы определить, будет ли у вас стипендия и сколько она будет, в зависимости от дохода ваших родителей. То есть налоговая декларация – важный документ административный. И я тоже не встречала никого в Франции за 10 лет, кто бы не заполнил, не дай бог, не заплатил. Была Александра Сиваш, финансовый аудитор. Ну, что скажете, коллеги, когда мы придем к сознательности такой, когда у нас люди будут стремиться заплатить налоги? Владислав. Ну, мне кажется, мы идем в правильном направлении, собственно говоря, и нам осталось пройти еще немного, и вот мы действительно попадем в эту точку. Но если серьезно, да, то действительно сознательность граждан финансовой и грамотность в первую очередь повышается, и все прекрасно понимают, да, что в сложившейся ситуации гораздо проще и, что называется, безопаснее заплатить налоги, нежели чем испытывать какие-то ограничения, в том числе там общаться с представителями судебных приставов, уважаемых, и так далее, ограничивать себя в правах по выезду, и так далее. На этом мы поставим точку в нашем эфире. Спасибо, что смотрели программу «Токшоу через край» в эфире телеканала «Кубань-24». Итоги подведем после короткой рекламы. Дождитесь. Во время нашего эфира на сайте «Токшоу через край». До встречи.